Всем дорогие друзья, привет! И сегодня мы играем с вами в SubTransit Drive. И, к сожалению, выход обновления с депо немножечко, все-таки, вот как вы видите, сами поменяли местами. С целью сохранения высокого качества игры мы решили выпуск отложить обновление 1.2 для достижения наилучших результатов производительности и пользовательского опыта. Честно говоря, я не знаю, как это будет работать, но предварительно это будет работать очень плохо на моем устройстве, по крайней мере. Потому что эта игра все-таки предусматривает собой графику намного лучше, чем все-таки даже в том же MetroStroy. И у меня устройство не самое мощное. У меня устройство все-таки предфлагманского уровня, а для этого нужна актуальная флагманская платформа. Либо не актуальная, но как минимум двухлетней давности. То есть, по крайней мере, будет все равно мощнее, чем мое устройство. Вот, как-то так, дорогие друзья. То есть, 2022 года нужен флагман, чтобы игра потянула у вас неплохо. Ну, сегодня мы покатаемся оборотами. Все типы, желаемый поезд, получается, мы не будем выбирать. Текущий просто модификация. Все по-текущему, не будем ничего выдумывать. Маневры на станции Ново-Косино. Мы играли с вами, ребята, если вы вспомните, на Третьяковской. И вам понравилось. Вы очень хорошо оценили это видео. Но у меня на тот момент... Я снимал последнее видео по сабтранзиту с оборотами. Где-то приблизительно в конце лета. И как бы столько времени прошло. И в итоге я перестал снимать окончательно сабтранзит. И вас это, конечно же, может удивлять. Смотрите, отправьтесь в 37. Но поскольку у нас светофор открыт, мы можем отправляться уже сейчас. Я понятия не имею, что будет с картинкой. Но предварительно все будет плохо. Уже вижу, что плохо. Но я надеюсь, что у вас будет все-таки на картиночке получше, чем у меня. Потому что в моем случае... Ну вот, начинаются проблемы. То есть, я нормально отпускаю. Но из-за фризов все-таки игра работает по-другому немножечко. Сейчас необходимо сбросить скорость. Нам, по крайней мере, до где-то 20. Можно тормоза отпустить. Куда? Вот. И это будет у нас непосредственно маневр сегодня всех составов. Неопределенной какой-то модели. Вот. Да. Потому что сегодня, тогда мы оборачивали либо только номерные, либо только по моему АКУ. Сейчас мы будем оборачивать все. Вот. Но я не тороплюсь сильно сейчас. Да. Смотрите сами. То есть, в обороте никого нет. Время 15. Я выбрал 30. Хотя, почему, не знаю. Ладно. Ну, все. Можно смотреть, что делать. Зажимать. Просто реверс переключать. Менять кабину и через минуту отправляться. Мы, конечно, глубоко заехали. Можно было чуть-чуть меньше. Ну, да ладно. Поскольку у нас светофор открыт, можно выехать на станцию. Опять-таки. Так. Можно настроить у нас. Взять. Маршрут. Пусть будет даже 32. Не знаю, кстати, насчет просто, сработает ли он или нет. Может быть и сработает, кстати. Давайте попробуем положиться на систему просто. Да, будет работать. Смотрите. Все работает прекрасно. Установка в начало. Кнопочку. Нажимаем. Все. И будем сейчас ожидать поезда. Конечно, плохо то, что я не выбрал час пик. Но вот что-то там едет уже. АК едет еще одна. Мы покидаем этот замечательный состав. Покидаем. Эй, кнопочка покинуть. Работай. И начинаем. Пожалуйста, не тупи. Начинаем быстренько прям. Все. По идее, пассажиров мы высадили. И мы можем отправляться. Поехали. Так. У нас в Т3 переведено все. Окей. Погнали. Ага. Куда погнали? Там красные показания. Да, 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 да. В чем приколюха? Все. Поехали. Теперь точно. Интересно, конечно, что у нас там еще будет по поездам. Все-таки номера будут или не будут. Потому что я уже подзабыл что-то, если честно. Как это на номерах все-таки. Сниматься выключением и включением. Всего, чего возможно или нет. Смотрите, номер будет. Потом еще один номер будет. И еще номер. И еще номер. Короче, нас одни номера ждут. Вначале только две АКИ. Это забавно. Вот. Но да ладно. Номера плохо то, что тем, что они лагают. Больше, чем, в принципе, то, что у нас сейчас имеется. Все, можно переводить в Т2. И тормозить. И тормозить. Отпустим тормоза. Это было фантомное нажатие, кстати. Остановитесь через минус. Да, то есть вы должны были остановиться, мы уже выезжаем. Или это мы должны были остановиться на станции в такое время. Ну, в принципе, вы сами... А нет, смотри, все четко обновилось. Ну, что у нас попросту? Просто работает. Это замечательно. Номер еще пока что не подоспел. Это замечательно. Потому что на АКИ тормозить довольно неприятно. Ну, это, как по мне, мое мнение. А просто работает, в принципе, окей. Дотягивается пусть поезд. Ну, все, мы покидаем его. И заступаем. Ждем. Заступать будем. Вот сюда. Вот, смотрите, вот он. 1.4.1 классика, в принципе, наверное. Да, я вижу, что это классический. 717-й. Водила, конечно, классно выглядит. Чува, жизнь 100% налажена. Так, дешифратор, блин, есть. Тормоза можно отпустить. Там красное показание светофора. Только сейчас, охренеть, сигналка сработала. И поняла, что дальше нельзя. А можно как-нибудь там светофор переведется? Нет? Вот, спасибо. Не бейте палкой то, что я сразу ручку в Х3 перевел. Где-то на 36 надо отпускать, потому что я в Х3 перевел. Ну, в принципе, да. Номер видно, что фпс больше сжирает. Да ну нафиг. Мы не доехали совсем чуть-чуть. Тут по-быстренькому прям. Прямо по-быстренькому оперативно делаем маневры. Сейчас бы вспомнить, как затормозить с такой низкой скоростью на номере. Не сказать, что процедура самая приятная, но... Сейчас будет вспоминать вместе с вами. Диспетчер. Что-то уже пробка какая-то. Машина 49-го. По перегону на выделиванного Касино. Сигнальное показание АЛОС 0. Ну, в принципе, не так плохо. Понятно, машина. Вообще отлично. Я считаю, как бы 6-7 сантиметров. Это неплохо. Ладно, скилл не потерял, не пропил я. Вот, смотрите, дальше ждем. Скорее всего, 49-й будет, да. Но мы подождем, когда он на другой станции будет. Потому что все-таки это опасно. Потому что если мы заступим, то нам придется проехаться. Немножечко так стоять. Это, наверное, наш состав. Да, и мы начинаем. Вот он, наш состав. Наш замечательный номер. Тоже 1-4-1. И все это, понятное дело, номер 81-717 обычный. Ну, на Калининке они начали ездить с момента начала. Отпускали линию непосредственно. Потому что сами вы понимаете, почему. Опять сигналочка нам говорит 40. Отправимся мы должны были позже. Тормоза у нас, тормоза у нас, охренеть, вот сработали. Ну, наконец-то. Вот, не знаю, кстати, что с оборотами. Сейчас светофор откроется нам. И мы поедем. Все, поехали. Да, это я чуть-чуть, конечно, посякнул с разгоном. Награльный вопрос, в чем прикол работы ручки положения Х2. У меня ход один еще был включен. Чего? Теперь я все понял. А, конечно, я без фейлов тоже не могу. Это нормальное явление, в принципе. Новогиреево, Новокосино. Ну, ты уже пробка образовалась в нашу сторону. А, нет, потому что мы встали. В наше направление, где мы оборачиваем составы. Только бы не пропустить какой-то состав, чтобы он сам не обернулся без нашей помощи. Потому что это будет печально. Поэтому я стараюсь как бы торможением заниматься все-таки чуть-чуть поэффективнее. Так, мы, походу, один поезд потеряем. Тут довольно плохо остановились. Мы покидаем в срочном порядке. И начинаем, начинаем. 72-й. О, как раз, смотрите. За пару секунд до начала непосредственно. Так бы мы уже потеряли бы этот поезд. Все, у нас красное сигнальное показание, да. Мы опять ждем, опять ждем, опять ждем. У нас, по идее, кстати, опоздание. Поехали. Кстати, я заметил, что на десктоп-графике в этом симуляторе, на процессоре Snapdragon, вроде даже FPS как-то получше работает, но не всегда. Но графика, факт, остается открытым, что приятнее, чем на мобильном. На мобильном несколько есть багов. Заезжаем в тупик, аккуратненько. Я не знаю просто, какие сценарии в саптранзите показывать. Какие вам интересны сценарии. Скоро выйдет обновка. Все-таки 9 февраля ждать остается совсем-совсем чуть-чуть. И, ну, я думаю, то, что мы с вами разберемся, как бы, с этим. Я вам покажу обнову, когда она выйдет. Ну, я что-то думаю, то, что у меня будет довольно сильно лагать, потому что на улице все-таки больше всяких шейдеров. Ну, этот вось мы пропустим по любасу, скорее всего. Да, смотрите, он сам будет оборачиваться. Да ладно, допустим, у него такое расписание, то, что он сам должен обернуться. Проедем. Поздно я перевел в Т-2. Ну, что ж, мы, получается, покидаем и, что ж сказать, ждем. Вот заехал в тупик этот поезд. А мы будем ждать больше минуты из-за того, что как раз-таки поезд уехал. Зато мы будем оборачивать, наконец-то, АК. И потом, смотрите, будем 81.717. А дальше, 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 получается, ждать, скорее, будем всего, и АК, и АК, опять-таки. И потом АК. Ну, я думаю, что и на этом мы закончим, потому что серия и так уже довольно неплохая по объему получилась. Вот, ну да ладно. Делаем маневры на станции Новокосино. Это интересно. Ну, что ж, подождем, подождем, подождем. Посмотрим, порассматриваем, что тут есть. У пожаре звонить по телефону. Что-то едет. Это наш вариант, на который нам нужно сесть. Ну, по идее, вот этот, 56-й, наверное, это едет все-таки. Давайте начать. Да. Самообернулся, получается, тот состав, который был. Что-то он медленно выезжает. Ну, это видно сразу, что АК по фарам. А мы бы могли тот номер обернуть и успеть бы на АК, если бы... Ладно, мы не успели бы. АК проще оборачивать, хочу так сказать. Все, мы просто садимся, минус 45 сантиметров. И мы сейчас ждем, опять же, показания светофора. Пись, пись, пись. Знаю, да. Ждем. Все. Э, поезд. О, движки H.S. Класс. Очень необычные. Опять едем на третий. Кстати, хочется мне рассказать о том, что я один раз заезжал, вот, получается, на второй. Это было один раз. Это было очень необычно, потому что все время на этот путь заезжает поезд под оборот. А тогда заехал, получается, вот на соседний, который здесь есть. Это было странно. Ну, реально, с депошкой будет прикольнее играть. Тем более, конечно, там будут длинные очень сценарии с депо. Когда вы будете выезжать, рассказываю, почему. Потому что, ну, как бы в анонсе даже с самого депо было написано, что поезд будет доступен за 15 минут. Просто работает. Отлично. Вот, и получается, за 15 минут мы должны его полностью включить, да, и привести в готовность, смотреть, принять состав. Конечно, понятия не имею, как это будет реализовываться, но в любом случае мы на номер успеваем. Покидаем, покидаем, начинаем. Да, кстати, номер уже приехал, а мы начинаем, и как бы номер доезжает. Смотрите, какая приколюха. И номер, кстати, без рабочей фары. Э, а что ты так остановился, хреново? Ну, ладно, я тоже так умею останавливаться, проезжать. Да, 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 УППС. Давай, давай, работай. Так. Ну, в принципе, сейчас работы на маневрах работают неплохо. Сотранзите. Поехали, срочно. Раньше работали плохо, и просто багались. Какие-то обороты на 15-й минуте какой-то, и вы просто больше не могли обернуть. Так, тихо, номер разгоняется очень интенсивно. Это опасно. У ПВД загорелась уже лампочка. Ну, в принципе, я думал, что ППС будет у меня хуже. Не знаю, что у вас, но я думаю, что смотрибельно довольно. Да, я остановился чуть-чуть раньше. Вот так делать нельзя. И поэтому у меня схема не сработала. Но вообще, в теории и на практике, у вас еще должен был, получается, сорваться АРС-ка. То есть вам приходилось бы вот делать вот так, просто переподключать АРС. Все, срочно отправляемся, а то немножко мы тут это не то делаем. И пропустим наш поезд. Конечно, очень неудобный угол обзора я выбрал на приборку. Вот поэтому я не хочу менять этот угол обзора, потому что реально супер неудобно. Ну что, мы пропустим поезд, да? Или не пропустим следующий поезд? Или там же вроде долгий разрыв был какой-то, я помню. Минус 24, хорошо. Раньше, кстати, в первой версии андроидовской не считался, как бы, показатель скорости, получается. Ну, как бы, точнее, показатель расстояния, которое вы, получается, на котором вы остановились. Вот, и, то есть, если у вас в плюсе было, у вас в статистику считался этот процент. Ну, то есть, вот, зайдете вы в статистику, вот, где-то ваша статистика, вот. И, смотрите, вот здесь, вот, у меня, получается, что было, смотрите. В пределах 50 сантиметров раньше предел считался только в плюс. Но, как бы, понятие предела, это, ну, как бы, с математической точки зрения, если вам говорить, то предел — это окрестность, в которой как раз-таки находятся малые значения, бесконечно малые значения. Поэтому вам необходимо все-таки рассматривать предел — это как и плюс бесконечность, так и минус бесконечность. Ну, здесь предел ограничен у нас с 50 сантиметрами, вот, или же 10, или же 100. Вот, смотрите, как хорошо получается. 200 в пределах 100, 233 в пределах 50, и в пределах 10 — 65. Вот, ну, как-то так. Давно, конечно, с Аптрандит я не играл. О, смотрите, это светодиод КАК. Это светодиодка. И могут быть сейчас просадки с FEPOS, потому что мы играем на десктопе. А это АКА, в принципе, что у нас? Это, подождите, DTA, KTO, новые светодиодные. Это АКА обычная светодиодка. Тормоз зажат в положении Т3. Это на АШС двигателях, да? Нет, это не на АШС. На АШС это... Так, стоять, да. На АШС это новая АКА. Я обязательно как-нибудь все-таки сниму видео про новую АКУ, которую все-таки обновили немножечко. Но, смотрите, как бы FPS еще хуже, чем на номере. И что-то я побаиваюсь, что это будет все очень плохо выглядеть. Слышу вас хорошо. Не только у меня, но это баг, реально светодиоды. Поэтому мы можем вот так сделать, смотрите. Вроде стало лучше выглядеть, правда, согласитесь. Сильно растормаживаться не будем здесь, потому что все-таки, ну да, вот так, идеально просто. Да, конечно, светодиодные фары – это ад просто. Привет, диспетчер. 62 маршрут. Сигнальное показание АЛОС 0. Да, FPS, конечно, очень неприятный у этой АКИ. Скорее бы ее обернуть. И, ну, конечно, здесь просто. Если не сработает, то выйдет очень плохо. Потому что здесь только просто тормозить. Прошу, игра не вылетай. Игра не вылетай, прошу. Прошу, игра не вылетай. Потому что FPS очень слабенький, Рио, сейчас. У вас, наверное, еще хуже. Что по-просту. Просто работает отлично. Супер. Срочно бы уйти с этого просто ада. Пожалуйста, давай. Быстреееей, тормози. Прошу, АК, тормози. Диспетчер. Я вас слушаю. Ну, что ж ты так медленно тормози? Третий маршрут. По переговору на Магиреево-Новокосино. Сигнальное показание АЛОС-0. Понятно. Ура. Мы покидаем этот поезд. И заступаем на нормальную АКУ с галогенками. А это уезжает. Это будет последний поезд, который мы сегодня обернем. Потому что дальше... Ну, в принципе, мы уже провели очень большое количество времени в этой игре. И больше нет смысла просто. Смотрите, этот через 20 секунд на Новогиреево. А мы стартуем на 43-м. Вот. Потом АК. Потом еще АК. И потом еще АК. И потом еще АК. Но потом уже номер. Номера, мне кажется, все мы обернули сегодня, которые на линии ходят. Вот. А эти уже проехали кружочек, думаю. Ну, кружочек они не смогли проехать. Так быстро. Хотя... Ну, вот если бы мы еще пару штук обернем, то, возможно, как раз-таки и до кружочка доедем. Вот. Ну, да ладно. Это будет реально последний поезд, который мы сегодня оборачивать будем. Почему светофор не открылся? Давай, давай, давай. В чем прикол? Диспетчер. Слушаю. 69-й маршрут. По переговору Новогиреево-Ново-Косино. Сигнальное показание АВФ-0. Понятно. Опа! Смотрите, куда мы заезжаем. Вот такой вот приятный конец. Вот так вот мы заехали случайным образом не на соседний станционный путь. Я что-то не обратил внимания, что мы сюда будем заезжать. Ну, в общем, вот так вот бывает. Смотрите, это просто реально очень необычно. Так, подождите, я из-за щетки не вижу нифига. Где тут стеклоочиститель? А у нас красные показания. Ну, смотрите, отправьтесь через 47 минут. Я считаю, мы просто отогнали АКУ в отстой. Вот так. Все. Просто загнали АКУ в отстой. Вот. Мы просто, я не знаю, как бы... У нас еще 96 пассажиров, пишет в салоне. Ладно, это просто какой-то баг, случайность. Мы можем выйти. Все. Вот как-то так, смотрите. Будем сейчас смотреть, как заезжает поезд. И, скорее всего, это будет и превьюхой. Поезд же заедет, правда? Вот так вот сделаем. Классно. Диспетчер. Смотрите, какая красота. Я диспетчер. На перегоне нам включено на Магиреево. Сигнальное показание АЛОС-0. 75 маршрут. Понятно. Понятно. Что-то он далековато уехал. Не профессионал. А реально пассажир есть? Прикол. Просто раньше, как бы, поезд прибывал, уже двери открывал. Да и, в принципе, по регламенту. Вот. Если вы скажете, что я, типа, неправ, да. Кадры красивые. Мы просрали. Ну, да ладно. Сейчас еще один поезд будет ехать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, в принципе, мы до час пика будем здесь стоять. И потом выедем. Как-то так. Сейчас посмотрим еще на заезд таки. Одной. Вот так, конечно, нежданчик, что мы просто застрянем здесь. И стрелка, кстати, не переведена. Если вы видите, это прямо в глаза очень сильно бросается. О, смотрите. Ну, красиво же. Сейчас будет выезжать АКА и увидим, как это будет. И стрелку вот смотрим, как переведется. О, смотрите, перевелась. Сразу. Только поезд заехал, стрелочка уже перевелась. Оперативно, правда? Смотрите, водила поменял кабину. Будет отправляться. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я вернулся просто в сабтранзит на постоянке. И снимал для вас видео по сабтранзиту. Пишите, что думаете. Подписывайтесь на канал. Также заходите в Телегу. Там много всего интересного. Всем удачи. Пока. Пока.